Лиза – топ-модель. Ее нашли без сознания в гримерке во время фотосессии и отвезли в больницу. Врачи сказали, что у Лизы была сильная аллергическая реакция, но когда девушка пришла в себя, она заявила, что ничего не ела весь день. Менеджер модели допросил всех, кто был рядом. Стилист Лизы сказала, что наносила Лизе макияж и действительно не видела, чтобы та что-то ела. Уборщица сказала, что убирала гримерку органическими неаллергенными средствами. Главная конкурентка Лизы, Надя, сказала, что весь день наблюдала за съемками. Она не заметила ничего подозрительного. Кто виновник? Это стилист. Помада была единственным, что Лиза могла проглотить в тот день. В полночь Денис проснулся от громкого шума. Кто-то из детей, похоже, гулял, хотя всем им было запрещено выходить ночью. Мужчина пошел проверить детей. На первый взгляд все трое, Катя, Рита и Леня, крепко спали. Посмотрите на детей и попытайтесь понять, кто тайком выбирался из дома. Это Рита. За занавеской спрятана грязная кроссовка, а под кроватью несколько ломтиков картофеля фри. Вера ехала на поезде. В вагоне было очень жарко. Девушка сняла золотой браслет, украшенный бриллиантами, и положила на стол перед собой. Через несколько минут поезд въехал в тоннель, и наступила кромешная тьма. Когда тоннель остался позади, браслета на столе не было. Вера была потрясена. Кто-то взял мой браслет! В купе было еще три человека. Елена сказала, что спала. Ольга читала книгу на телефоне. А Григорий вышел в туалет еще до того, как поезд въехал в тоннель. Кто взял браслет? Это Елена. Сначала у нее были закатаны рукава, но теперь они закрывают ее руки до запястья, скрывая браслет. Саша в субботу купила мороженое, но держала в секрете его вкус. Когда она проснулась в воскресенье, мороженого не было. Она спросила всех в доме, знают ли они что-нибудь об этом. Дима ответил, что Ран ушел на работу и ничего не видел. Юля сказала, что планировала попробовать новое карамельное мороженое после обеда и расстроилась, узнав, что оно пропало. Виктор даже не знал, что в доме было мороженое, но не отказался бы его попробовать. Можете догадаться, кто здесь что-то скрывает? Это Юля. Вкус мороженого держался в секрете. Она не могла знать, что оно карамельное. Можете сказать, кто здесь настоящая русалка? В середине парень, так что он точно не русалка. Девушка справа нежится на солнце, и она вышла из воды. Русалки так не делают, потому что солнце для них опасно. Должно быть, настоящая русалка слева. В супермаркете произошло несколько краш. Всего было три случая. В январе, апреле и июне. Камера наблюдения записала эти видео. Проверяя их, сотрудник службы безопасности заметил одну деталь. После этого личность вора стала ясна. Что он заметил? Это беременная женщина. Внимательный сотрудник службы безопасности отметил, что в январе она была на шестом или седьмом месяце беременности. В июне она выглядела так же. Хм, похоже, живот фальшивый. И в нем она прячет украденные продукты. Однажды вор решил ограбить местный банк. Он придумал блестящий план. Переодеться кассиром и попытаться пробраться в хранилище. По пути к хранилищу он увидел охранника, стоявшего прямо перед дверью. Грабитель не ожидал этого, поэтому спрятался и стал наблюдать за охранником. Тут к двери подошел один из настоящих кассиров банка. Охранник сказал «пять». Сотрудник ответил «четыре» и вошел внутрь. Затем к хранилищу подошел другой кассир. Когда охранник сказал «шесть», тот ответил «пять» и получил доступ. Вор беспечно подошел к охраннику. Когда охранник сказал «восемь», грабитель уверенно ответил «семь». Его тут же задержали. Почему же ответ вора был неправильным и что он должен был сказать вместо этого? Ответ связан с количеством букв в словах. В слове «пять» — четыре буквы, поэтому ответ «четыре». Шесть, в свою очередь, состоит из пяти букв, поэтому ответ «пять». Но теперь вы понимаете, что грабитель должен был сказать «шесть». Похоже, он переоценил свою смекалку. Взгляните на фотографию и скажите, кто здесь привидение. Это мужчина справа. Он не отбрасывает тени. Либи и Грей отдыхали на скамейке. К ним подошел полицейский и сказал, что узнал велосипед, который стоит неподалеку. Его украли у мужчины в паре кварталов отсюда. Он спросил, кто из них вор, но Либи и Грей отрицали свою причастность к краже. А вы сможете определить, кто виноват? Взгляните на следы. Они ведут от велосипеда к тому месту, где сидит Либи. Значит, она виновница. После несчастного случая у Самары начались провалы памяти. Ее пришли навестить три парня. Ее брат-близнец, ее двоюродный брат, которого она не видела 10 лет, и парень из школы, которому она нравилась, но с которым она никогда не разговаривала. Взгляните на их кошельки и определите, кто из них брат Самары. Должно быть, этот парень. Смотрите, у него есть ее фотография. У парня из школы такой быть не могло, как и у двоюродного брата, с которым Самара давно не общалась, потому что фотография была сделана недавно. В выходные Кира и ее друзья должны были праздновать день рождения друга онлайн. Но Кира не появилась. В школе друзья спросили Киру, почему она не выходила на связь. Она сказала, что в пятницу вечером что-то случилось, и все выходные у нее не было ни интернета, ни электричества. Она сказала, что воспользовалась ситуацией и провела два дня за компьютером, печатая доклады. Ее друзья ей не поверили. Почему? Если бы не было электричества, она не смогла бы воспользоваться компьютером. ПК не работает без электричества. Да и ноутбук не продержался бы два дня без подзарядки. Эсми гуляла по лесу и заблудилась. Наконец она вышла к домику ведьмы. Как будто мы в фильме «День сурка». Эсми вошла, поздоровалась, погладила кошку и попросила показать ей дорогу домой. Ведьма хотела заключить сделку. Если Эсми разгадает ее новую загадку, она ей поможет. А если нет, то Эсми останется с ними навсегда. Ведьма завязала Эсми глаза. На столе лежало неизвестное количество монет. Шесть монет лежали вверх орлом, а остальные — решкой. С завязанными глазами Эсми нужно было разделить монеты на две кучи, и чтобы в обеих их было одинаковое количество. Как ей это сделать? Итак, поскольку шесть монет лежат вверх орлом, Эсми схватила шесть случайных монет и перевернула их, независимо от того, сколько там монет и сколько монет вверх орлом она выберет. Это всегда срабатывает. А все потому, что количество монет решкой вверх, которые она получает среди этих шести случайных монет, точно соответствует тому, сколько монет орлом вверх осталось в другой куче. Так что, когда она их перевернет, они сравняются. Эсми прибыла на остров, чтобы провести там свой отпуск. Все местные жители там говорят правду, а все туристы всегда лгут. К ней подошли две девушки, и одна из них сказала «Привет, я Стиви, я здесь туристка». А это Тесса, она местная. А вы сможете определить, местные ли эти девушки или туристки? Так как местные жители всегда говорят правду, то местный житель никогда не назвал бы себя туристом. Значит, Стиви должно быть туристка, и, видимо, она о чем-то врет. Если она сказала правду о себе, тогда она лжет о Тессе. И, стало быть, Тесса тоже туристка. Мисс Вирджиния Делл была богатой молодой леди. Она любила украшения и хранила коллекцию за стеклом в своей гардеробной. Однажды утром она обнаружила, что кто-то разбил стекло и украл ее драгоценности. У детектива было трое подозреваемых. Уиллоу – уборщица мисс Делл, которая убирала дом каждый день. Келли – лучшая подруга мисс Делл, у которой был ключ от дома. И ее двоюродная сестра София, которая приехала погостить к мисс Делл на праздники. Уиллоу сказала, что прошлой ночью, когда она убирала комнату около десяти часов вечера, все было в порядке. Келли сказала, что она не была в доме уже несколько дней. София сказала, что не в ее правилах ходить по чужому дому и красть драгоценности. Кто же вор? Это уборщица. Похоже, разбив стекло и забрав драгоценности, она собрала все осколки во время уборки. Ночь была ненастная, и Алана с сестрой допоздна засиделись за просмотром мыльной оперы. Во время рекламы показали прогноз погоды. По словам метеоролога, дождь будет идти еще два дня, но через семьдесят два часа станет солнечно. Алана повернулась к сестре и сказала, что леди из прогноза погоды явно ошиблась. Действительно, Алана была права. Как же она узнала? Через семьдесят два часа будет то же самое время, что и сейчас, то есть ночь. А ночью обычно не бывает солнечно. У миллеров на заднем дворе была вечеринка с барбекю. Они приготовили свежий апельсиновый сок, и Жизель похвасталась, что она всегда может отличить свежий сок от не очень свежего. Она предложила это проверить. Ей завязали глаза, и ее брат принес из холодильника старый сок и дал ей его выпить. А затем дал ей свежий сок. Жизель действительно смогла заметить разницу. Каким образом? Старый сок из холодильника был холоднее, чем свежий, который стоял на улице. Был выходной день, и дождь только начался, когда мистер Джонс позвонил полицейскому. Он сказал, что кто-то врезался в его машину и уехал. Полицейский прибыл на место происшествия. Единственным человеком, который находился не слишком далеко от аварии, был мужчина, пытавшийся починить покрышку от колеса. Мистер Джонс сказал, что это тот самый джентльмен, который врезался в его машину. Однако джентльмен сказал, что это не может быть правдой, потому что он все время был занят ремонтом своей машины. Сможете определить, кто из них лжет? Это джентльмен, который чинит свою машину. Дождь начался совсем недавно. Если бы он все время чинил здесь свою машину, то земля под ней была бы сухой. Но там мокро, а это значит, что он только что туда приехал. У компании Ивана Ивановича было много финансовых проблем. Однажды он позвонил в полицию и сказал, что кто-то вломился в его кабинет. Они украли сейф со всеми моими деньгами. Полицейский, приехавший для расследования, спросил мужчину, почему тот уверен, что это были они. Мой сейф был слишком тяжелый, чтобы его мог унести один человек. Полицейский тут же понял, что Иван Иванович лжет. Каким образом? Если бы сейф действительно был таким тяжелым, на ковре остались бы вмятины. После ограбления банка полицейские обнаружили в парке сумку с деньгами. Она лежала среди кактусов. Сотрудники полиции арестовали троих подозреваемых. Не потребовалось много времени, чтобы выяснить, кто из них был грабителем. А вы знаете, кто это? Это мужчина слева. Он единственный, у кого есть царапины. Их оставили кактусы. Полиция подозревала, что Диана занимается контрабандой бриллиантов. Но никаких доказательств не было. Вот почему детектив следил за женщиной, пытаясь найти хоть какие-нибудь улики. Однажды он заметил, как Диана зашла в дом. Когда она вышла, детектив понял, что бриллиантов при ней нет. Женщина явно оставила их в доме. Как он догадался? Диана была в туфлях, со съемными каблуками. Бриллианты были спрятаны там. Посмотрите внимательно на эту фотографию и попытайтесь понять, кто мама этого парня. Женщина справа определенный человек. Она не может дышать под водой. Но у парня с этим нет никаких проблем. Он улыбается и выглядит расслабленным. К тому же у него есть жабры. Это значит, что его мама русалка. Детектив выбирал кольцо с бриллиантом для своей невесты, когда в ювелирный магазин вбежал мужчина в черной маске. Он заставил всех посетителей лечь на пол и забрал деньги, самые дорогие украшения. После этого детектив увидел, как мужчина сел на красный мотороллер и уехал. Полицейский тут же запрыгнул в свою машину и бросился в погоню. В какой-то момент он оказался на перекрестке. Куда же ему поехать? Вдруг детектив увидел машину, которая ехала навстречу. Он спросил водителя, не видел ли тот красный мотороллер. Нет, я видел только серебристый кабриолет и ничего больше. Затем детектив увидел, как слева появилась серая машина. Женщина внутри сказала, что тоже не видела красный мотороллер. Зато она видела желтый велосипед и группу велосипедистов. А человек, появившийся справа, сказал детективу, что заметил только большой синий грузовик. Где же грабитель? Мотороллер может находиться только внутри синего грузовика. В одном известном музее был выставлен уникальный бриллиант. Он постоянно охранялся и в помещение разрешалось входить только группам из десяти человек. После того, как одна из таких групп ушла, сработала сигнализация. Охранники вбежали в комнату и обнаружили там молодого человека. Его обыскали. В его сумке было всего несколько купюр, зажигалка, бутылка с минеральной водой, фотоаппарат и сотовый телефон. Охранникам пришлось отпустить парня. Но на следующее утро было объявлено, что бриллиант украден. Как это случилось? Молодой человек заменил бриллиант поддельным и спрятал настоящее сокровище в бутылке с минеральной водой. Семену Петровичу, богатому бизнесмену, срочно понадобился его помощник. Но парень был в отпуске за городом. Была среда, когда Семен Петрович отправил ему письмо с просьбой приехать в город как можно скорее. Итак, уже воскресенье, а помощника до сих пор не видно. Бизнесмен решил съездить и проверить, все ли в порядке. Когда он приехал, то обнаружил, что помощник собирает вещи. О, Семен Петрович, я получил ваше письмо только вчера. Я собирался выехать через полчаса, воскликнул парень. Ты уволен. Мне не нужны люди, которым я не могу доверять. Ты просто хотел продлить себе отпуск, вот и все. Почему Семен Петрович так подумал? Календарь на столе помощника показывает, что сегодня понедельник, 4 ноября. Но по воскресеньям почту обычно не доставляют. Этот парень лжет. Детектив Джеймс Андерсон остановил мужчину на выходе из магазина одежды. Продавец утверждает, что вы украли дорогие перчатки. Это мои перчатки, я ношу их уже целую вечность. Но детектив сразу понял, что человек лжет. Как? Мужчина не смог бы их носить, ведь обе перчатки на правую руку. Рано утром детектив разбудил телефонный звонок. Мой дом ограбили! Прокричал в трубку мистер Харрисон. Когда Джеймс прибыл на место происшествия, мужчина поведал следующее. Пока я был в отъезде, мой сосед Адам присматривал за домом. Тут историю продолжил сам Адам. Вчера я услышал какой-то шум, доносившийся из дома мистера Харрисона. Я подошел к окну, чтобы проверить, все ли в порядке. Было очень холодно, и окно полностью заледенело. Я подышал на стекло, чтобы немного разморозить его, и увидел, что внутри все оверх дном. Я немедленно позвонил мистеру Харрисону. А теперь, сказал детектив, расскажите нам, где вещи, которые вы украли у соседа. Как Джеймс понял, что Адам вор? Окна покрываются ледяными узорами изнутри, а не снаружи. Жена богатого человека исчезла прямо из отеля, в котором остановилась. Детектив Андерсон решил сообщить об этом ее мужу и допросить его. Мужчина оказался на отдыхе на своем острове. Я здесь уже два месяца, и я попросил семью и персонал не приезжать и не беспокоить меня. Я пишу книгу. И в течение последних нескольких недель я работал с раннего утра до позднего вечера и даже не выходил из хижины. Андерсон сразу понял, что мужчина лужет. Как? На столе у мужчины лежит только толстая тетрадь-ручка. Если бы он писал так много, как утверждает, чернил в ручке давно бы закончились. Мистер Дилан продавал красивые редкие вазы. На полках его магазина их были десятки. Однажды мужчина позвонил в полицию. Когда детектив прибыл на место, у хозяина магазина была забинтована голова, а в помещении царил хаос. Какие-то парни вломились в мой магазин и украли деньги из самые дорогие вазы. Потом они ударили меня по голове, и я потерял сознание. Детектив Андерсон сразу понял, что мистер Дилан лжет, чтобы получить страховую выплату. Как он это выяснил? Несмотря на то, что большинство ваз валяется на полу, они даже не треснули. Если бы во время ограбления вазы падали с полок, они бы разбились в дребезге. Джейн позвонила в полицию. Я переходила дорогу, и меня чуть не сбила машина. Я упала и ударилась головой. Когда полицейские прибыли на место, Джейн показала им машину, которая, как она думала, чуть не сбила ее. В этот момент к ним подошел водитель. Он начал все отрицать. Детектив Андерсон попросил Джейн успокоиться. Это действительно была не та машина. Как он это понял? Когда Джейн переходила дорогу, шел дождь. Под этой машиной сухо, значит, она стояла там долгое время и не могла напугать девушку. Посмотрите на двух блогеров. Похоже, обе девушки очень популярны, и у них одинаковое количество лайков. Но с одной из них что-то не так. Должно быть, она что-то скрывает. Что же? Похоже, у девушки справа проблемы с деньгами. Логотип на ее сумке похож на логотип Шанель. Но под ним написано Гуччи. Детектив Андерсон ехал в поезде с очень симпатичными попутчиками. Они разговаривали и смеялись. Когда поезд въехал в тоннель, на несколько минут все погрузилось во тьму. Когда поезд выехал из тоннеля, одна из пассажирок воскликнула. Моя бриллиантовая брошь! Она исчезла! Все начали нервно переговариваться и переглядываться. Тогда Андерсон спокойно сказал. Я знаю, кто украл брошь. Я все видел. Но как он мог что-либо увидеть? У одного из путешественников были часы со светящимися стрелками, и Джеймс заметил, как он протянул руку, чтобы взять брошь. На улице стояла невыносимая жара, когда Ларри поспорил со своими друзьями. Он сказал, что вода, производимая разными компаниями, обладает разным вкусом. В тот день ребята отдыхали в саду одного из друзей Ларри, пили воду и лимонад. Можете завязать мне глаза? Я сделаю глоток из двух бутылок воды. Той, что стоит на столе, и той, что вы принесете с кухни. Ее выпускает другая компания. Держу пари, я почувствую разницу. И Ларри оказался прав. Друзья были готовы отдать ему выигранные деньги, но тут вмешался детектив Андерсон. Да, он тоже там был. Ты жольничал, сказал он. Почему он так решил? День был очень жаркий. Неудивительно, что вода, которая стояла на улице в течение нескольких часов, была намного теплее, чем вода с кухни. Как-то рано утром Рэйчел вызвала полицию. Когда полицейские прибыли, она рассказала, что случилось. Я работаю в музее. Вчера я взяла домой несколько древних книг, хотела провести небольшое исследование. Но вдруг отключили электричество. Я зажгла пару свечей и продолжила работать. Внезапно в дверь позвонили. Когда я ее открыла, кто-то в черной маске ударил меня по голове. Придя в себя, я обнаружила, что книги пропали. Детектив Андерсон арестовал женщину за ложные показания. Почему? Почему? Если бы в доме не было электричества, дверной звонок бы не работал.